итак сегодня у нас будет очередное видео поболтать по душам и я хотела бы рассказать свой какой-то такой вот опыт на какие два важных пункта всего лишь два стали важные для моего кого-то развития точнее как бы это не сама придумала и просто вычитала и как вот она у меня переработалась и так есть два важных события в нашей жизни всего лишь два это рождение и смерть и как мы их скажем так переработаем переварим настолько мы и будем успешными камер я сделал для себя такой вывод итак а первое это наше рождение и здесь есть такой момент что почти все из нас да не выбирают где родиться какой семье у каких родителей в какой стране как и каким я буду ребенком какое у меня будет тело пол то есть все 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 эти показатели которые мне даны от рождения они мне именно даны и первый самый главный момент насколько я их приму да как судьбу как карму как волю бога как наказание как благословение не важно просто можно так конечно же на скидку да уже со стороны и глядя так немножко знаете сбоку оценить да насколько вообще плоха моя ситуация оценить там какие родители да насколько они вас любили насколько они любили друг друга насколько вообще хорошая страна будет ли это там не знаю там самые бедные районы африки или в принципе адекватные районы россии да тут все относительно поверьте да то есть если вы считаете в россии плохо посмотрите как реально живут люди в африке и поймете что это еще не самая плохая судьба по крайней мере я шла по этому пути вот и азан поет но я думаю ладно ночью и вот да после того как субъективно вы для себя оценили насколько все хорошо или насколько все плохо перфекционизм а мне ну не присоединить самолюбование в общем-то принять это все за точку отчета и насколько вы успешнее будете в этом то есть принять без обид без каких-то там знать уже с холодным таким рассудком просто принять тем будет успешнее дальнейшая работа поверьте мне крайне верим насколько я читала да это действительно так то есть принять отправные данные за точку отчета дальше уже начинается наш реальный путь неважно сколько вам сейчас лет 5 или 50 начинается отправной путь с той точки когда вы приняли именно за какую-то такую знаете справедливость какую-то высшую да пусть даже мы не понимаем там но вот все это принять и далее уже начинается наш путь где выбор да где мы что выбираем идем налево направо там не знаю там хочу не хочу белое черное нравится не нравится буду не буду до начинается какой-то такой путь личности если вы допустим как я например до до 25 лет я вообще не знала что такое религия до слова совсем не интересовалась не любопытничала до знала только очень наши молилась когда мне было ну очень страшно и все на этом все мои познания заканчивались давайте включим там какой-нибудь фиолетовый красиво вот и только в 25 лет я считаю что я начала как-то хотя бы чуть-чуть взвешено вообще думать именно с точки зрения какого-то знаете вечности да то есть я как-то начала думать может быть после смерти я тоже буду существовать или может быть до рождения я тоже существовала до меня начали посещать такие мысли поэтому лично я считаю что только после 25 лет у меня начинается более-менее какой-то осознанный путь до этого я жила просто на автопилоте вот ну когда живем на автопилоте ответственности у нас поменьше а вот когда мы уже сталкиваемся с каким-то знанием нас ответственность конечно же повышается но это как бы такое отступление вот и с тех пор как я об этом как бы узнала начинается мой путь именно осознанности да то есть я выбираю хочу не хочу буду не буду я уже сказала и вторая важная точка в жизни это конечно же смерть это тема подводим итоги как мы жили к чему мы пришли чего мы ценили чего мы хотели к чему мы стремились и как бы именно здесь скажем так ну наш какой-то финальный экзамен да насколько мы вообще были в этом успешны насколько мы пришли к какому-то положительному результату вот это лично мое такое умозаключение и вот именно этот момент когда мы принимаем на себя ответственность за нашу жизнь меня садится камера поэтому я пытаюсь ускоряться в общем да вот этот момент принятия ответственности когда я действительно беру ответственность за себя не испихиваю там на плохую судьбу на плохое рождение там кто-то там недолюбил недовоспитал недооценил когда мы все это берем на самого себя и принимаем что я всему этому послужила причиной да я всему этому послужила виной не знаю я во всем в этом как бы я это все для себя сотворила и в принципе только от меня зависит дальнейший результат как только мы берем на себя эту ответственность все это приобретает смысл пока мы не взяли на себя эту ответственность да и пытаемся винить кого-то 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 всех кроме себя то дальнейшего развития к сожалению нету просто равен нулю да то есть как бы мы там дальнейшем не пытались разбиваться она не имеет большого смысла потому что ответственности мы не несём за наши собственные поступки вот это было короткое видео здесь на было полезным и интересным пишите в комментариях что вы думаете на эту тему думали ли вы об этом вообще в принципе и напишите ваше мнение на каково она совсем спасибо за внимание всем добра и позитива всем пока а а а и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА